Граф Василий Васильевич Орлов Денисов, командир Лейб Казаков во время Наполеоновских войн, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, родоначальник графского рода Орловых Денисовых, происхождение природный донской казак, сын Василия Петровича Орлова, атамана войска Донского и внук первого графа из казаков, генерал от кавалерии Ф.П. Денисова. Отец его владел богатыми землями на Дону, а после смерти деда, графа Денисова, не имевшего сыновей, к Василию Васильевичу перешла 26 апреля 1801 года фамилия Дедовская и графский титул. Биография 12 лет был уже казаком на коне, а 15 лет нес сторожевую службу на берегах Черного моря. Военную службу начал 4 января 1789 года казаком, 4 октября того же года получил чин сотника, 3 июля 1799 года произведен в полковнике. Живя в Тербурге, юный граф Орлов Денисов вошел в знакомство с Г.Р. Державиным, который покровительствовал знатному казаку и помог ему получить начальное образование, немного знал французский и немецкий языки. В 1807 году впервые принял участие в боевых действиях против французов при Гудштадте и Гельсберге. 12 декабря пожалован генерал-майоры. В 1808 году назначен командиром Лейб-гвардейского казачьего полка и вместе с ним воевал со шведами. В 1808-09 годах, 31 января 1811 года, удостоен звания генерала-дъетанта, в 1812 году находился в Рьергарде и был контужен. В бою при Лубе неудачно командовал 1-й кавалерийским корпусом. В Бородинской битве во время рейда кавалерии М. Платова и Ф. П. Уварова возглавлял первую атаку трех конных полков на пехоту противника. В сражении при Тарутине начальствовал первой колонной. Плодами внезапной атаки его конницы стали все захваченные в этот день российские трофеи. Участвовал в боях под Малоярославцем, Гжатском, Ляховом во главе летучего партизанского отряда в составе шесть казачьих, Нежинского, Драгунского полка и четыре орудия Донской конной артиллерии, Красным, Вильной. В 1813-14 годах командовал конвоем Александра I и находился при нем под Люценом, Балценом, Дрезденом, Кульмом. 15 сентября 1813 года получил чин генерал-лейтенанта, отличился в Лейпцигском сражении, где ударил с казаками во фланг неприятельским кавалерийским массам, стремившимся прорвать центр российской армии. Во время отступления Наполеона к Рейну Орлову Денисову поручен был отряд с приказанием преследовать французов и всячески вредить им. Участвовал в бою при Ханау. В мирное время граф жил в Петербурге и пользовался большим расположением монарха. По отзыву современника, граф Орлов Денисов, богатырский служенный, высокого роста, могучий всадник, был нежным отцом и супругом. С душой пламенной соединял он нрав пылки. В минуты неудовольствия глаза его сверкали, голос возвышался, но гнев его был непродолжителен. Он любил жизнь роскошную, веселую и часто восходящее солнце заставало его за картами. В 1824 году он назначен командиром 5-го резервного кавалерийского корпуса. 22 августа 1826 года произведен генералой от кавалерии. Сопровождал тело покойного Александра I из Таганрога до Петропавловской крепости. В 1827 году оставил службу, но, когда была объявлена война Турцией, снова поступил в войска и состоял при главной квартире государя. Николай Михайлович в последние годы жил в усадьбе Мерчик под Харьковом. Скончался в Харькове и был погребен в соборном храме Покровского женского монастыря. Только 4 сентября 1911 года его прах был перенесен в Новочеркасску усыпальницу новопостроенного Вознесенского воскового собора. Награды Орден Святого Георгия Третьей степени, Орден Святого Георгия Четвертой степени, Орден Святого Владимира Второй степени, Орден Святого Владимира Третьей степени, Орден Святого Александра Невского, Орден Святой Анны Первой степени, Орден Святой Анны Второй степени с алмазами. Серебряная медаль. В память Отечественной войны 1812 года. Бронзовая медаль. В память Отечественной войны 1812 года. Медаль за взятие Парижа. Медаль за Турецкую войну. Золотая сабля за храбрость. Золотая сабля за храбрость. С алмазами, русский орден Красного Орла первой степени, русский орден Порле Мерит, австрийский военный орден Марии Терезии, рыцарский крест, баварский военный орден Максимилиана Иосифа, командорский крест, французский орден Святого Людовика, большой крест, семья, супруга графиня Марии Алексеевна Васильева, дочь первого министра финансов Алексея Васильева и княжной варвары Урусовой. В браке родились шесть сыновей и три дочери. Петр женат на Елизавете Алексеевне Никитиной. У них дети Александра, Мария, Николай, Алексей, Орлов, Денисов, Никитин, Елена, Алексей, Василий, Надежда. А с 1844-мя жена Ямака Тенина, Николай, женат на Наталье Алексеевне Шедловской, наследница усадьбы Мерчик Петр, Софья, жена графа В.П. Толстого, Михаил, женат на Елене Ивановне Чертковой, у них дети Петр, Мария, Любовь, жена князя Н.П. Трубецкова. Источники Орлов, Денисов, Василий Васильевич. Энциклопедический словарь Брукгауза и Ефрона. 86 тонн. СПБ. 1890-1907. Орлов, Денисов, Василий Васильевич. На сайте Хронос Орлов, Денисов, Василий Васильевич. Министерство обороны Российской Федерации. Проверено 6 июня 2012 года. Архивированное с первоисточника 26 июня 2012 года. Попов А.Е. Дело при Лехово М.Ритер. 2062 секунды. А.С.Б.Н. 8067-0022-4. Словарь русских генералов, участников боевых действий против армии Наполеона Бонапарта. В 1812-1815 годах. Российский архив. СБМ. Студия. 3ТН. Михалкова. 1996. Т. 7С. От 500 до 501.